Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И продолжая тему аренды недвижимости в Лос-Анджелесе, я собрал еще несколько вопросов, на которые я хотел бы сегодня вам ответить. Это, в принципе, одни из самых часто задаваемых вопросов. И начнем мы со стандартной продолжительности арендного договора здесь, в Лос-Анджелесе. В большинстве случаев он составит один год. Если вы хотите арендовать недвижимость на 6 месяцев, либо на более короткий срок, ваши опции будут значительно ограничены. Если вы хотите арендовать недвижимость на 2, 3, 4 года, зачастую такие термины мы можем встречать в коммерческой недвижимости, в жилой недвижимости, для того, чтобы арендовать дом, либо квартиру более чем на год. Вам достаточно сложно будет найти такие варианты. В большинстве случаев вы сможете арендовать недвижимость на год и уже потом продлить этот арендный договор, в зависимости от того, попадаете ли вы под критерии арендодателя, понравились ли вы ему, как человек, который жил в его недвижимости и так далее. Есть ли возможность найти меблированные арендные варианты здесь, в Лос-Анджелесе? Этот вопрос встречается достаточно часто, и, к сожалению, количество опций с квартирами, либо домами, которые уже меблированы, достаточно ограничено. Наверное, порядка 10% рынка, либо даже меньше этого, предоставят вам опции аренды недвижимости, которые уже меблированы. Так что, если вы не хотите покупать свою мебель, в большинстве случаев ваши опции будут достаточно ограничены. А порою такие опции будут встречаться в элитной недвижимости 10-20 тысяч долларов в месяц, и, более того, в недвижимости до 5 тысяч долларов такие опции встречаются достаточно редко. Хотя на протяжении последних, наверное, 6 месяцев, может быть, 12, появилось несколько компаний здесь, в Лос-Анджелесе, которые занимаются менеджментом квартир, которые сдаются уже непосредственно с мебелью на более короткие сроки. Поэтому, в принципе, есть какие-то позитивные движения в этом направлении. Что может запросить у вас ваш арендодатель? Арендодатель может запросить у вас банковские отчеты. Вы можете показать те деньги, которые у вас есть в данный момент на счету, подтверждая свою платежеспособность таким образом. Арендодатель может запросить у вас подтверждение того, что у вас есть работа и того, что вы получаете зарплату на регулярной основе. Арендодатель также может запросить у вас ваш кредитный отчет. То есть, показатели того, насколько регулярно вы платите свои счета, насколько регулярно вы оплачиваете свои кредитные карты. Может быть, у вас когда-то была ипотека, либо машина, которая была профинансирована. Эти все моменты, они всплывут на кредитном репорте, на кредитном отчете вашем. И человек, который будет сдавать вам недвижимость в аренду, имеет полное право запросить у вас такие документы, в которых также будет указано зачастую, была ли у вас судимость, выгоняли ли вас когда-то из квартиры за неуплату и так далее и тому подобное. Какие ожидания у арендодателей касательно вашего заработка? Здесь, в Лос-Анджелесе, арендодатели хотели бы видеть ваш заработок, который будет в три раза превосходить арендную плату, которую вы будете платить. К примеру, если вы собираетесь снимать себе квартиру за 3000 долларов, в стандартных случаях арендодатель хотел бы видеть, что вы зарабатываете в месяц как минимум 9000 долларов. Что же касается преимуществ короткосрочных платформ, таких как Airbnb и BRBO, если вы ищете аренду на срок менее 6 месяцев, эти платформы будут подходить для вас идеально. Точно так же, как если на данном этапе ваши ожидания лендлордов по вашим заработкам и ваши заработки могут не сходиться. То есть, к примеру, вы можете не иметь возможности показать ваши возвраты по налогам, либо подтверждение того, что вы зарабатываете в данный момент определенное количество денег. Это все сделает для вас квалификацию на регулярной основе достаточно сложной, хотя в случаях с Airbnb и BRBO, если у вас есть возможность заплатить за квартиру, либо дом за следующий месяц 2-3, то, в принципе, процедура квалификации не такая сложная. Это одно из преимуществ этих платформ. И, разумеется, эти платформы уже сдают недвижимость меблированную, поэтому насчет этого вам также не стоит переживать, если вы будете снимать недвижимость через эти платформы. Ну и один из самых часто задаваемых вопросов – это, какое же лучшее время для того, чтобы снять недвижимость в аренду здесь, в Лос-Анджелесе. В нашем рынке не наблюдается цикличности, связанной с сезонами как таковой, что вы можете, в принципе, увидеть на восточном побережье, там, в Пенсильвании, в Нью-Йорке, либо в Массачусетсе. Но все равно наш рынок немножечко замирает ближе к концу года и ближе к началу года. То есть, начиная с ноября, декабря, января и февраля, вот, наверное, вот эти месяцы будут теми месяцами, в которых у вас будет больше шансов получить какую-то сделку, получить какую-то скидку, запрашивая недвижимость и подписывая арендные договоры. Самыми, наверное, сложными месяцами для того, чтобы это сделать, все-таки будут летние месяцы, потому что огромное количество людей переезжают в другие районы из-за того, что школьный год скоро начнется. Он здесь начинается обычно в конце, либо во второй половине августа. Поэтому летний промежуток времени обычно достаточно горячий для того, чтобы снять недвижимость в аренду. Это все вопросы, которые у меня сегодня были, поэтому я хотел сказать вам спасибо большое за то, что вы наблюдаете за этим каналом. Пожалуйста, ставьте лайки, подпишитесь, поделитесь. Количество наших подписчиков за последнее время немножко выросло, так что спасибо вам большое. Я благодарю вас за вашу поддержку и надеюсь увидеть вас уже в следующих видео.